Здравствуйте! В прямом эфире телеканала ЖТСУ программа «Сегодня» и ее ведущий журналист Антон Хатиновский. Мой сегодняшний гость Ким Александр Анатольевич, председатель палаты юридических консультантов Алма-Атинской области. И как вы догадались уже из озвученной должности нашего сегодняшнего гостя, говорить мы будем именно о юридических услугах и все, что с этим связано. Напомню, что телефон прямого эфира у нас сегодня, код города Талдыкурган 872-82-40-0109. Звоните, у вас есть сейчас возможность задать интересующие вас вопросы нашему гостю. Все, что касается юридических дел и связанных с этим вопросом. Итак, здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, первый вопрос, наверное, такого порядка. Почему возникла необходимость создания в Казахстане палат юридических консультантов? И что вы, как руководитель областной палаты юридических консультантов, можете рассказать о ее нынешней деятельности? Чем все-таки вы занимаетесь и как это все происходит? Да, в 2018 году был принят закон об адвокатской деятельности и юридической помощи. И впервые появилось новое понятие юридический консультант в этом законе. И вся деятельность частно практикующих юристов была систематизирована путем создания палат юридических консультантов. То есть для регулирования оказания юридической помощи и контроля своих членов в части соблюдения законодательства непосредственно самого закона и правил, стандартов принятых и утвержденных палатой и кодекса профессиональной этики. То есть с 2018 года все частно практикующие юристы, которые имеют право представлять интересы в суде, они все должны состоять в палатах. Так как мы знаем, до 2018 года практически любой юрист мог представлять интересы, но, как мы знаем, наличие диплома о высшем образовании, это не говорит о том, что юридическая помощь будет оказана именно квалифицированно, то, что людям надо. Но в настоящий момент все наши юрконсультанты, они все прошли аттестацию, все как положено, по закону, поэтому все они являются высококвалифицированными юристами. Кроме этого, они оказывают комплексную социальную юридическую помощь, то есть бесплатно, простыми словами, если выражаться. В данном случае это оказывается социально уязвимым слоям населения, конечно, это в первую очередь. То есть, как мы знаем, ветераны войны, приравненные к ним, инсионеры по возрасту, да, многодетные, ну, это вот стандартный непосредственно. Кроме этого, мы оказываем даже не единичные случаи, хотя этого очень много, но также непосредственно обращается к нам организация, это региональный центр поддержки женщин, это социальный центр Жануя, здесь расположенный в Талдыкургане. То есть, там охват идет сразу целого блока слоя населения, который обращается, мы помогаем. И в данном направлении ведется очень активная работа юрконсультантами. Кроме этого, ну, сейчас так как ограничительные меры, но до их ведения, до пандемии, и, я думаю, после, то есть во всех судах, где есть наши юрконсультанты по области, проходит дежурство во фронт-офисах, в судах. Там тоже оказывается бесплатная помощь всем, то есть консультации на простом уровне, то есть как, возможно, составить заявление, либо еще как-нибудь, и возможно ли решить вопрос, допустим, без суда, потому что бывают и такие случаи, то есть случаев очень много, поэтому, конечно, одним словом это не назовешь, но, как я уже говорил, идет очень большой охват населения по поводу оказания социальной юридической помощи. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, наличие вот сейчас палат юридических консультантов положительно отразилось на интересах общества? Ну, если два, то как это отражается на конкретном человеке? Что вот теперь становится человеком, который имеет проблему конкретно? Да, смотрите, раньше все частно-практикующие юристы, как я говорил, да, то есть были, ну, простыми словами, разрознены. То есть у человека есть проблема, но он не знает, куда обратиться. То есть либо обращается по знакомым, если такое возможно, ну, некоторые через интернет, либо через газету, но это объявление, и по сути здесь, скажем так, уже идет игра. То есть нарвется он на квалифицированное юридическое, либо нет. При создании вот этих палат, то есть, как я уже говорил, да, палата, она контролирует именно непосредственно вот своих членов на соблюдение законности и требования законодательства. То есть здесь любой гражданин может обратиться напрямую в палату уже, и здесь ему будет оказана уже квалифицированная юридическая помощь. И так как наша палата, она по области, у нас практически во всех районах есть свои юристы. Более того, при создании палаты в настоящий момент люди до этого обращались, как привыкли, да, в Акимат, допустим, да, либо в нашу, ну, Ротан, партию. В настоящее время все их письма, жалобы и так далее, все, что стекается в эти организации, все поступает нам, потому что они не имеют в своем штате квалифицированных юристов и именно направленных на то, что показывали юридические услуги населения. Правильно? То есть получается у вас взаимодействие, помимо того, что вы занимаетесь юридическими услугами, вы еще сотрудничаете с другими общественными организациями, которые к вам производят такое перенаправление людей с их проблемами. Да, заключены меморандумы до сотрудничества, то есть это все упрощено. Бывает, потому что приходит просто человек, для этого не обязательно, допустим, да, обращаться в письменной форме. То есть, как правило, приходит, опять же, допустим, Нуратан и говорит, вот проблема такая-то. Все, сразу идет звонок, мы соединяемся и потом уже встречаемся и, конечно, оказываем помощь в том плане, как у человека, который жалоба. Насколько это можно? Да, для этого не обязательно, еще раз говорю, люди обращаются обязательно должны с заявлением либо с жалобой. То есть мы реагируем сразу, насколько это возможно. Если это, допустим, здесь в городе, если в районе, ну, немножко там, чуть подольше, но, в общем-то, это в течение часа, как правило, все это разрешается. Вот в период пандемии и вот с этой заразой COVID-19, немножко все общество и весь, наверное, не только Казахстан, наверное, весь мир в ступор в такой вело. Но вынуждены были закрыться различные организации, в том числе суды стали более закрытыми, то есть меньше стало контактов, люди не могли приходить, допустим, в суд, не могли прийти к юристу. Как отразилась это все, вот пандемия, ограничился ли реально доступ населения к юридическим услугам в период этой болезни? И как сейчас и тогда, вот в самый пик заболеваемости, оказывались эти юридические услуги, поскольку, ну, проблемы юридические, они остаются всегда, а когда ты не можешь их порешать, их становится еще больше, потому что это как снежный ком, одна за другой. Как же все-таки вы работали? Да, очень интересный вопрос. В период пандемии, как правило, наоборот, было больше проблем у народа для того, чтобы обратиться в суды. Проблемы разного рода, то есть, ну, у кого-то там с арендой и так далее, с элементами. То есть, наоборот, очень больше вопросов возникало, и мы, так как были введены ограничительные меры в связи с COVID-19, то мы оказывали услуги онлайн в формате, то есть, это было через мобильные приложения, WhatsApp, Telegram, через Facebook, Instagram и так далее. Более того, были нами сделаны видеоролики на самые, на тот момент актуальные темы, то есть, допустим, когда вводили выплату 42 500, но простые граждане сталкивались с рядом проблем в самом начале, да, у кого-то не было ИЦП, кто-то не знал, как это делать. То есть, на тот момент мы делали эти видеоролики и выставляли Facebook, очень было много просмотров, люди реагировали. Также все проводились, все консультации онлайн режим, то есть, опять все по звонку, по телефону и так далее. Кроме этого, при агенции по противодействию коррупции, здесь в департаменте, есть такое направление, одалку МЕК, то есть, просвещение юридическим гражданам. Там наши юристы еженедельно по два дня оказывали в прямом эфире консультации и люди могли позвонить либо на прямой эфир, либо на номер горячей линии и получить ответы на свои, скажем так, вопросы, которые возникали у них в это время. Проводилась очень большая работа, это я как бы сокращаю, чтобы много времени не занимать, но все эти действия юрконсультантов, которые оказывали услуги, они были высоко оценены. Самые активные получили грамоты от Министерства юстиции непосредственно за подписью самого министра, так как оказывали именно комплексу социальную и юридическую помощь, как я уже говорил. То есть, все это, все консультации проводились бесплатно. Вот, если, скажем, везде существуют рейтинги, есть рейтинг положительный, антирейтинг, вот в рейтинге наиболее частых вопросов, с которыми приходится работать вашим юристам, какой он вопрос, самый тяжелый, самый часто встречающийся? Ну, вопросов, в общем-то, много, но самый, на первый взгляд, он вроде как простой, но самый сложный, это алименты. Это самый больной вопрос для населения. То есть, проблемы существуют с обеих сторон. Ну, допустим, приведу пример, да, вот в период пандемии, то есть, человек работал, но так как везде были введены ограничения, запретили работать, то есть, все, зарплату он не получает. Хорошо, он получил 42 500, но как ему теперь платить алименты, да, то есть, стоит вопрос. Либо 42 500, который ему назначили, но это приравнится к социальной выплате, на которую нельзя, ну, взыскивать алименты. Но зарплату он, опять же, не получает. Если же посмотреть со стороны взыскателя алиментов, ну, как правило, это, да, женщины, которые, она сидит с детьми, детей нужно кормить, и вот эти вопросы, как бы, они на сегодняшний день, я говорю, хоть и самые простые на первый взгляд, да, но они очень актуальны всегда. По ним самочаще обращаются по именно непосредственно алиментам. Все другие категории, конечно, тоже их очень много, но, как правило, это самый такой очень, ну... Злободневная тема. Да, такой вопрос. А вот, извините, конечно, за подробности, просто вопрос действительно интересный. И как же все-таки разрешается, вот, вопрос, вот, упомянули вот эту вот социальную выплату 42 500, как чаще всего, ну, решается, то есть, с этой суммы, или все-таки есть какие-то, возможно, фиксированные какие-то ставки, там, для таких граждан. Ведь не только же, наверное, дело в алиментах, есть люди, которые по судебному решению должны что-то выплачивать, что-то отдавать, там, заучить, восстанавливать ущерб, там, ну, множество всяких моментов. Ну, как правило, видите, каждый случай, он индивидуален, непосредственно просто одним каким-то словами, да, этот вопрос не решить. Всегда, конечно, наши члены палаты, юрконсультанты, они стараются решить этот вопрос мирным путем, если это возможно. Допустим, если это находится на исполнительном производстве, то есть у частных судебных исполнителей, то просто, ну, как бы, да, ведутся переговоры какие-то, потому что бывает так, можно изменить способ исполнения решения. То есть много разных способов разрешить вопрос, не прибегая, допустим, к каким-то кардинальным мерам, опять же, да, там, либо обжаловать действия судебных исполнителей, либо еще каким-нибудь способом, если это возможно решить мирным способом. Для этого и существуют юристы, которые должны найти юридические тонкости и прийти к компромиссу любой проблемы. Да, именно вот компромисс нужно найти. Я напомню, телефон прямого эфира, код города Талдыкурган 8-72-82-40-01-09. Звоните, пожалуйста, и подключайтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы. Все, что касается юридических услуг. На ваши вопросы ответит Ким Александр Анатольевич, председатель Палаты юридических консультантов Алма-Атинской области. Но мы продолжаем. Вот скажите, пример, у человека возникла проблема, которая должна решиться в судебном порядке. Как ему обратиться за квалифицированной помощью и далее в суд, если все учреждения работают в ограниченном режиме? То есть невозможно прийти в суд, порешить какие-то вопросы. И опять же, с введением вот этого карантина, это был тоже один из самых таких заподнимных вопросов, потому что люди даже хотели сами обратиться в суд, но не знали, каким способом. Существует интернет-ресурс, это судебный кабинет Республики Казахстан. Через него подаются документы в суд в настоящее время. То есть и в период пандемии, и сейчас, так как все суды работают в онлайн-режиме, и контакт максимально запрещен личный. Поэтому через судебный кабинет, кроме того, что там существует непосредственно возможность подачи иска в суд, там все в общем-то понятно, надо просто зарегистрироваться, иметь ЭЦП, электронно-цифровую подпись. И гражданин по ссылке заходит, там все расписано, все понятно. То есть выбирается область, ну допустим, Алматинская область, там Талгуранский городской суд, к примеру, и все там. Категория дела, все это там расписано, все понятно. Кроме того, данный интернет-ресурс, судебный кабинет, он содержит образцы судебных документов и тех же исков разного рода. Адреса телефона всех судов по республике Казахстан, их электронные почты, разъяснение по поводу размера и способа оплаты госпошлины. Потому что, как правило, люди привыкли оплачивать госпошлину, ну идут в банк и так далее. Да, через классы какие-то. Да, там несколько способов, кроме того, что можно оплатить в банке, можно, ну понятно, что, да, с кретинокарточки, Каспи и так далее, с разных, можно со счета телефона даже оплатить какой-то. И все это не выходя из дома? Да, просто. И наличие интернета и компьютера? Да. Кроме, если человек, допустим, очень не дружит, да, скажем так, с интернетом, тоже есть выход. Это не говорит о том, что теперь человек не может подать какой-то иск в суд. Он может подать посредством просто отправить по почте. То есть адрес. Собрал пакет документов. Да, все как положено и отнес. Причем многие почему-то думают, что обязательно нужно текст напечатать и он должен быть очень там правильный. Конечно, существует какая-то определенная примерная форма, особенно по требованию, когда в суд обращаешься. Но нет четкого образца, который бы вот гласил, что вот надо так. Поэтому человек пишет свою мысль, но четко ставит требования к суду. Может написать от руки. Единственное, что это все должно быть понятно с указанием своих личных данных, ИИНа и так далее. И посредством по почте может отправить. И, как я уже говорил, можно получить разъяснение в каждом суде непосредственно так, как в этом судебном кабинете существуют номера телефонов, как я уже говорил. Можно позвонить в канцелярию, либо по другим номерам, приемную, и там все объяснят. И, в общем-то, на сегодняшний день это не проблема подать документы в суд. Скажите, пожалуйста, вот всегда граждане жалуются на различную волокиту, в том числе и судебными делами. Вот мы подали, вот она бумага там застряла, здесь. Сейчас, при вот такой работе в режиме онлайн, при помощи интернета, стал ли судебный процесс проходить быстрее, или же сроки остались прежними? Я понимаю, что есть сроки, но не затягиваются ли они сейчас при такой вот, скажем, работе? Или, наоборот, все упростилось, да нельзя? Нет, сроки остались прежними. То есть те процессуальные сроки, которые указаны в Гражданском процессуальном кодексе, они практически все остались неизменными. Потому что изменение законодательства именно кодексов, это очень сложная и долгая процедура, которая в такой короткий промежуток времени невозможна. Но надо отдать должное судам, они рассматривают все в срок, никогда процессы практически не затягиваются. То, что люди думают, что существует какая-либо волокита, ну, это, как правило, люди, которые не знают закон, но это нормально с их стороны. То есть они не обязаны это знать, но, как я уже говорил, да, и мы знаем, существуют сроки, что пять дней суд принимает производство только, потом только, ну, есть свои сроки, там, беседа, предварительное слушание и так далее. И потом уже назначается судебное разбирательство. Кроме того, судейские корпусы, это тоже люди, бывает, что и приболел, но, как бы, поэтому может, ну, немножко затянуться, допустим, да, а люди думают, что это какой-то специальный волокит. Но нет. То есть все в пределах допустимого, все в пределах народа. Вот такой интересный вопрос у меня возник. Скажите, пожалуйста, вот все понятно, что в период пандемии нам пришлось уйти на новые формы работы, на новые методы работы. Было ли готово законодательство Республики Казахстан, вот в юридической отрасли функционировать именно в период пандемии, вот COVID-19? Оказались ли мы готовы? Оказалась ли наша страна готова к тому, чтобы вот уйти именно в тот режим, в который мы ушли? Ну, как я уже говорил, надо отдать должное здесь, как бы, да, нашему парламенту и правительству. При введении чрезвычайного положения принимались сразу кардинальные меры, то есть в плане законодательства выносились определенные нормативные постановления, которые регулировали правоотношения разных сторон, там, именно при введении режима чрезвычайного положения пандемии и так далее. Но, на мой взгляд, все равно существуют, скажем так, правые пробелы. Ну, вот как я уже сейчас ранее говорил, да, это самый такой простой вопрос, с одной стороны, вот как взыскиваются те же опять элементы. Я немножко, чуть вернусь, но тогда вот раскрою, да. Споры до сих пор продолжаются между взыскателем элементов и тот, кто платит элементы, потому что один твердит одно, другой другое. Судебный исполнитель, не зная, как практики этой нету, мы все столкнулись с этим впервые и с режимом чрезвычайного положения, и с пандемией и так далее. То есть начисление элементов у всех происходит по-разному. И единой какой-то, либо, ну, скажем так, формулы или какой-то там, да, нету. Поэтому каждый опять вопрос, здесь и вот немножко проблема, да, решается индивидуально уже. То есть либо так, либо так, потому что, как мы уже с вами говорили. Нерешенных вопросов, мне кажется, не бывает, и я думаю, что государство при помощи, опять же, тех юристов, которые сейчас практикуют и работают и сталкиваются с этими проблемами, сможет их решить и все-таки функционировать правильно в любом режиме, хоть чрезвычайного положения, хоть в нормальном режиме. К сожалению, время нашего прямого эфира подошло к своему завершению. Большое спасибо вам, Александр Анатольевич, за интересную беседу, за ту информацию, которую вы нам предоставили. И в завершение, не могли бы вы назвать адреса, куда могли обратиться наши граждане за юридической помощью? Да, адрес палаты нашей это город Толгурган, улица Талибаева, 69, кабинет 25. Обращайтесь в любой форме, то есть непосредственно этот адрес и телефоны есть на интернет-ресурсах, просто можно видеть палату юридических консультантов Алматинской области. Можете обращаться посредством WhatsApp, Telegram, письмами и просто телефонными звонками. Спасибо большое вам за беседу. Ну что ж, уважаемые телезрители, от себя я вам пожелаю, чтобы вам реже приходилось сталкиваться с юридическими проблемами, ну а юристам, чтобы они могли грамотно все разрешить и найти консенсус в решении любой проблемы. Ну что ж, до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»